Но мы с вами живем во время, которое сегодня многие называют как? Век информации. Век информированности. Когда ты не просто там живешь у себя где-нибудь там на Уралмаше, или на Елизавете, или, упаси Господи, в Академическом, и живешь там, и такой, у нас тут в Академическом парк Новый разбили. Нет, у тебя информация не только о том, что происходит в твоем Академическом. Бывает, намного больше знаешь, чем в другой стране происходит, чем у тебя в родном Академическом, правда же? Намного больше знаешь, да? Век информации. И информация сегодня, да, она разрастается. Мы сегодня знаем столько, даже не знаешь, зачем я столько знаю, да? Но мы знаем, да? И вот, смотрите, информированность возрастает. Но часто у человека не сильно-то увеличиваются его возможности. И вроде бы информации много, а сфера пересечения его возможностей, информации, которую он обладает, не сильно-то меняется. Однако, большой объем информации, он так или иначе, что на тебя? Давит. 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 Вот, например, некоторые информативные вещи, скажу. Ежегодно в мире гибнет от голода 9 миллионов человек. Примерно 9 миллионов человек гибнут именно из-за того, что у них нет куска хлеба. Нечего есть. Я подсчитал, получается, каждый день от голода гибнет 25 тысяч человек. То есть, каждый час 1300 человек в мире гибнут от голода. А каждую минуту в мире от голода умирает 17 человек. Вот сколько у нас идет собрания. Каждую минуту 17 человек умирает потому, что у них нет пищи. Как вам информация? Тикают секунды. Или другая информация. По данной Женевской Академии Международного Права, прямо сейчас в мире происходит 43 вооруженных конфликта. 43 войны, микровойны, войнушки, разных сражений. В общем, военных конфликтов 43. И примерно такое число все время происходит. Где-то заканчивается, в другом месте начинается. А война это кровь, болезни, слезы, нищета, опять-таки голод. И вот представь себе, вот ты пришел домой, у вас обед, вы сели с семьей, дети поели. И у вас еще много чего осталось. Чего еще там не доели? Да? И вот ты вспоминаешь. А сегодня нам пастор рассказывал, что каждую минуту от голода умирает сколько человек? 17 человек. А прямо сейчас мы тут сидим, кушаем, нам хорошо, мы тут смеемся, шучим, прикалываемся друг на друга. 43 войны происходят где-то в разных частях мира. И весь вопрос в том, и что тебе вот с этой информацией делать? Что тебе этой информацией делать? И люди современные часто настолько загружены информацией, просто перегружены информацией. Мы много-много-много чего знаем и узнаем все больше и больше. Только возможности-то наши часто не сильно увеличиваются. И вот такой объем информации, очень часто негативной информации, о несчастьях, о катастрофах, о страданиях. Как сострадать в этой ситуации? Людям, которые где-то умирают от голода. Часто там, где ты никогда и не был, и возможно никогда и не будешь. Как помочь там, где-то в вооруженный конфликт, тоже где-то далеко от тебя находится. Или близко от тебя, но даже если это близко, а что ты сделаешь, чтобы он завершился часто? И вот мы живем с этой информацией, с огромной негативной информацией. И мы понимаем, это плохо, это ужасно. Как можно просто смеяться, просто шутить, просто кушать? Невольно ощущаешь какую-то, ну что ли, ответственность как бы? Потому что ты же столько всего знаешь. Но, дорогие, если мы с вами подумаем, то... Да, информация есть, но какие у нас есть возможности, чтобы это решить? Потому что сам по себе рост информированности не приводит к росту, к личной, персональной ответственности. Не приводит. Есть и другая сторона. Если мы предположим, вот растут наши возможности, но информированность, например, наша, ну, как вот была, пока остается. Предположим, вот наша информированность, а возможности выросли. Например, ты устроился на работу, у тебя и увеличили зарплату, ты купил себе автомобиль новый, едешь по городу, останавливаешься на этом шикарном автомобиле на перекрестке. А у нас, как в летнее время, часто на перекрестках в городе ходят разные просящие. Так же ведь? Калеки или какие-то люди с табличками, на котором написано, ради Бога, помогите там. Кто-то умирает, дочка умирает, еще кто-то умирает. И там какие-то там под ламинатом какие-то справки и прочее, и прочее есть, да? И опять, да, ощущаешь себя странно, потому что с одной стороны, да, вот, например, написано, «Мне нужно сто тысяч, чтобы помочь вылечить моего ребенка». А у тебя есть сто тысяч, которые ты отложил для отпуска, еще для чего-то. Есть эти деньги, да? И ты понимаешь, что, ну, тут идет речь о жизни и смерти человека. И по сути, ну, ты же должен помочь, да? Помочь. Но в то же самое время. А какая у тебя информированность об этой ситуации? Да никакой у тебя информированности нету. Возможности выросли, но ты встречаешься с нуждающимися. А вы сами знаете, сегодня это целый бизнес, когда есть немало передач, он организованный. И очень денежный бизнес, когда люди выпрашивают что-то, вот. И все эти справки легко делаются на цветном принтере, там, все эти документы, все эти справки. Очень легко сделать, да? И, по сути, ты встречаешься с человеком, и у тебя вроде бы есть возможность помочь этому человеку. И у тебя нет никакой информации, что это за люди, которые просят, которые там звонят по телефону. Ну, все понимают, что это уже часто, ну, 99% и 9-9-9-9, что-то мошеннические схемы, правда же, когда тебе звонят и просят финансов, да? Часто еще давят нам на нашу такую христианскую сознательность. Ну, написано же в Библии, просящему у тебя, да, и вот он просящий у тебя. Так что давай, пытаются как-то Библией манипулировать, да, вымогать, там, всякие психологические приемы подключают, да, чтобы ты как бы помог. И некоторые верующие даже смущаются, ну, да, как-то, ну, просящему, ну, просящему, ну, не манипулирующему же, ну, не вымогающему же, да, ну, я же вот не знаю. Вот в этом-то все, дорогие, и дело ты не знаешь. Поэтому, да, возможности у тебя было больше, предположим, чем год назад, но эту ситуацию ты практически не знаешь. Она у тебя находится в сфере неизвестной, неизвестности. И поэтому ты понимаешь, что, ну, можно, конечно, откупиться там, ну, на 100 рублей, на, там, 50 рублей, тебе еще скажут, что так мало-то даешь, да, еще возмутятся, недовольны, недовольны будут. Но опять-таки, дорогие, это манипуляция, это манипуляция. Конечно же, я понимаю, что можно как бы хитро вести себя, да, ну, стараться ничего не узнавать, да, ничего не узнавать, ничего не знаю, да, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Вот есть такое, ты как бы, ну, ну, это лукавство. И Библия говорит, что Бог с лукавыми поступает как по лукавству их. Есть, конечно, лукавство, когда людям выгодно не знать, но я сейчас не про это говорю. Я говорю, когда реально мы не знаем. Поэтому получается, что в действительности, дорогие, вот сфера нашей ответственности, где наша возможность совпадает с нашей информированностью, совпадает. Я не так давно тоже в новостях прочитал информацию, что в районе, где мы живем с семьей, там буквально недалеко, на одной из буквально соседних улиц подросток совершил самоубийство. И я вот когда читаю эту новость, я вот так думаю, Господи, это же где-то было вот недалеко от меня. И начинаются сразу же в голове такие мысли, а если бы я вот как-то шел вот по этой дороге, может быть, в магазин бы пошел и встретил этого подростка, или бы откуда-нибудь возвращался и как-то пересекся бы с ним. Я, возможно, мог бы помочь ему остановиться. У меня есть такая возможность сейчас помочь человеку, обрести смысл, обрести смысл, суть жизни. Но что сейчас говорить? Можно, конечно, укорять себя, но ты не виноват. Это не твоя ответственность. Почему? Потому что ты же не знал это. Ты же не знал в тот момент, когда это происходило. У тебя не было информированности. Да, была возможность. Не было информированности. Поэтому, дорогие, чем больше наши возможности, кому много дано, да, тот больше отвечает. Но должно быть дано в двух сферах. И в сфере информации, когда ты знаешь ситуацию, знаешь, что делать, и куда тебя есть возможности что-то поменять именно в этой ситуации. И вот чем больше твои возможности, видите, соединяются с твоей информированностью, тем больше с тебя спрос. Кому много дано, с того много и спросится. К чему я это говорю? А к тому, что не нужно мучиться от того, что ты там что-то узнал. Да, вот это произошло. А в той стране все произошло. Я понимаю, что да, мы... Но, вы знаете, сейчас такое чувство, что многим нам важнее проинформировать других даже, чем помочь. Там какая-то беда, какое-то несчастье, нафотографируют, выложат в соцсетях. О, что произошло. Хотя, возможно, ты... Особенно удивляет, когда видно ситуацию, когда человек явно мог помочь, но он почему-то не помогает, а стоит и фотографирует. Поэтому, дорогие, нет. С другой стороны, есть вещи, которые ты можешь делать, но ты не знаешь. И опять-таки нет твоей ответственности в этом. Поэтому очень важно это соединять, сливать. Чем больше информированность соединяется с твоей возможностью, тем больше и спрос, тем больше и твоя личная, персональная ответственность.